Пока не скажем, что мы готовы на 100%. Ну, опиши свои эмоции, если ты, предположим, хотя бы так, выиграл машину, например, да? Ты о корпоративах, да? Ты что? Это же Евровидение! Есть такая штука, авторские права. Авторские права, да, которых мало кто знает. Укулеле. Все мы укулеле. Группа Sunstroke Project существует с 2008 года. Спустя два года с момента образования музыканты отправились на Евровидение в Норвегию, где в финале заняли 22 место. Со временем коллективу, состоящему из двух преднестровских музыкантов, присоединился вокалист из Кишинева Сергей Яловицкий. В этом году в национальном отборе они стали первыми и уже в мае отправятся на полуфинал конкурса Евровидения в Киев. Любопытно, что победу на этом этапе приходилось практически вырывать, ведь их композиция «Хай-мама» и песня «Дискавер Молдова» другого коллектива набрали одинаковое количество баллов. Впервые за историю национальных отборов два участника абсолютно одинаковые баллы имели. И вот именно нас спасло то, ну не спасло, а повезло нам в то, что члены жюри нам поставили по регламенту, ну, больше баллов, 12 баллов, больше высшей оценки. Именно этот факт нас как бы и выдвинул на первое место. Как раз тот момент, когда действительно как-то вот, действительно судьба вот так решила, что именно мы должны поехать на Руни. Как судьба? Жюри? Жюри, да. Мы подрали жюри. Все так сложилось, да, что как бы вот именно... И по телеводингу у нас было намного больше голосов, почти в три раза больше, так что народ был за нас, жюри были за нас. Ну и, собственно говоря, получилось. И мы были, собственно говоря, не против. По словам ребят, понять, что выстрелить на Евровидении невозможно. Да и четкого формата у конкурса нет. Разве что песня должна длиться не более трех минут. И на сцене, чтобы было не больше шести человек. Так что над выбором композиции долго не раздумывали. Мы занимались записью сингла для своего второго альбома. И так послушав его уже конечный результат, поняли, что действительно он максимально подходит под формат европейской музыки, которая, в принципе, сейчас звучит из каждого утюга в Европе. И нам это дало надежду, что люди, прослушав один раз ее на Евровидении, смогут оценить по достоинству. Безусловно, мы к этому очень долго стремились, очень долго шли. И хотя изначально идея была просто, понравилась нам эта песня, и мы решили просто ее, грубо говоря, показать народу. Но сейчас мы уже достойно готовы представлять именно нашу страну на Евровидении. О том же, участвовать ли в принципе в этом песенном конкурсе или нет, у группы вопрос не стоял. И что? Это же Евровидение! Это огромный плюс для любого артиста, просто даже не плюс, это жирная галочка, потому что ты... Это галище! Когда артист едет туда, это, скажем так, огромное количество публики, охват, и мы можем донести свое творчество и свою музыку, находясь даже здесь, во все уголки мира, которые участвуют вот в этом конкурсе. 43 страны. И вот во всех 43 странах услышат нас, услышат нашу песню, оценят, оценят шоу. Это огромный пиар для любого артиста и страны в том числе. 35 тысяч человек в зале и минимум 190 миллионов человек по всему миру. Минимум! Одна минута рекламы, как бюджет годовой Абхазии, понимаешь? То есть, только когда попадаешь туда, ты понимаешь, насколько это огромная машина и какие огромные там средства крутятся. Не так давно у группы появился собственный лейбл. Это позволяет официально продавать свою музыку в iTunes, а также защищать авторские права. Еще ребята открыли музыкальную звукозаписывающую студию. В следующем году коллективу исполняется 10 лет, и вне зависимости от итогов конкурса планируют устроить грандиозное шоу. Мы, в свою очередь, желаем им удачи. Вот такой небольшой музыкальный экстрон для всех тех, кому не все равно наше творчество. Друзья, слушайте хорошую музыку, болейте за нас, а мы уже сделаем все возможное, чтобы вас в этом не разочаровать. Продолжение следует...